Россия спасет Грецию от дефолта за счет газового контракта, газета «Ре-Бизнес». Рустем Фалихов в премьер Греции Алексис Цепрас не просил денег у Владимира Путина, но все-таки получит их. Греция будет выделена до 5 миллиардов формально, на строительство и за транзит греческого ответвления турецкого потока. В реальности, на погашение своих долгов перед еврокредиторами. Во вторник Москва и Афины могут подписать соглашение о транзите газа по трубопроводу «Турецкий поток», сообщило немецкое издание «Спигель онлайн», со ссылкой на высокопоставленного члена правящей в Греции партии «Сириза». «Газпром» рассчитался за «Южный поток». «Газпром» заплатил около 1 миллиард долларов своим бывшим партнерам по «Южному потоку», выкупив их доли в проекте. При этом отчетность. В этом сообщении есть два удивительных момента. Во-первых, никакого турецкого потока еще нет и в помине. Его еще только предстоит проложить с российской стороны по дну Черного моря до турецкого берега. На турецко-греческой границе предполагается создать газовый хаб, где российское топливо будет распределяться по европейским потребителям. Замысел российских властей состоит в том, чтобы довести газ до европейских потребителей, балканские страны, Венгрия, Австрия, Италия, не через Украину, а через Турцию. Турецкий поток – это скорректированный южный поток, строительство которого пришлось свернуть в декабре 2014 года. Идея трубопровода столкнулась с противодействием со стороны Еврокомиссии, которая требовала, чтобы проект был приведен в соответствии с европейским антимонопольным законодательством, предполагающим, что одна и та же компания не может заниматься и поставкой, и транспортировкой газа. Греция сначала планировала стать лишь одним из участников проекта наряду с Турцией, Венгрией, Сербией и Македонией, но теперь может стать ключевой страной-транзитором, и турецкий поток, возможно, придется переименовывать в греческий. Второй момент – заслуживающий внимания, предоплата. Как считает Спикл, Греция может получить от России за переключение потока на себя и за будущий транзит российского газа от 3 миллиардов до 5 миллиардов, средства, которые выделит Россия, по данным Спикл, станут авансом в счет будущих доходов Греции от транзита газа через свою территорию в Европу. Греки смогут рассчитаться с Россией после начала эксплуатации газопровода в 2019-2020 годах. К этому времени истечет контракт «Газпрома» с Украиной на транзит газа в Европу. Детали предстоящей сделки обсуждались во время официального визита 8 апреля в Москву премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, знает немецкое издание. Между тем Путин по итогам встречи с Ципрасом заявлял, что Греция не обращалась к российским властям за финансовой помощью. Речь идет не о помощи, а о сотрудничестве, в том числе в финансовой области, в привязке к конкретным крупным проектам, заявил тогда Путин. Греции осталась неделя, у Афины осталась лишь неделя на то, чтобы договориться с кредиторами. Но пока МВФ не дает отсрочки, ни разу за 30 лет фонд не сделал исключения и... Он уточнил, что Россия и Греция рассматривают возможность реализации совместных проектов, доходы от которых пойдут на погашение греческих кредитов. Мы обсуждали вопросы взаимодействия в различных секторах экономики, в том числе и возможность реализации крупных проектов в сфере энергетики. И в рамках этих проектов могут возникнуть такие ситуации, которые позволили бы нам не только откредитовать те или иные планы, которые мы вместе сегодня обсуждали, но и решать вопросы кредитных отношений в более широком контексте в свете реализации этих проектов, намекнул президент. Реализация соглашения между Грецией и Россией о постройке газопровода, соединяющего турецкий поток с Центральной Европой, потребует около 2 миллиардов, оценивал ранее министр производственной реформы, охраны окружающей среды и энергетики Греции Панатислав Азанис. Широкие кредитные отношения, как считает Спикл, это 3-5 миллиард. Но дело не столько в размере кредита, сколько в том, на какие цели он пойдет. Похоже, никто ни в Афинах, ни в Москве особо не скрывает, что деньги пойдут не на трубу, а на то, чтобы не пришла труба взаимоотношениям Греции и Евросоюза. Греция – безнадежный должник. Страна задолжала Европейским банком МВФ. По данным греческого казначейства, газдолг Греции в 2014 году вырос до 185% ВВП. Это более 300 миллиардов при этом. Согласно прогнозу Института Лави, газдолг в 2015 году вырастет до 205% ВВП. На этой неделе глава МВФ Кристин Лагард отказала Греции в рассрочке по долгам. К середине мая Греции нужно заплатить фонду почти 1 миллиард долларов. Россия – щедрая рука Россия готова оказать финансовую помощь Греции и Белоруссии, заявил министр финансов Антон Силуанов. Помощь может быть предоставлена в виде льготных. Если кредиторы не пойдут Афинам навстречу, страна будет вынуждена объявить дефолт. При этом Греция все время заявляет, что у нее есть план Б – рефинансирование долгов с помощью стран, не входящих в зону евро. Это могут быть Россия, Китай, Соединенные Штаты или другие страны. Россия заявляла о готовности оказать Афинам финансовую помощь. Если Греция получит от России 5 миллиардов, этих денег хватит на то, чтобы отсрочить расплату с европейскими кредиторами до июня. Но усилия Греции, направленные на то, чтобы получить помощь от России для разрешения своего долгового кризиса, вызывают недовольство и в Брюсселе, и в Берлине. Еврочиновники разного уровня и депутаты Европарламента не раз давали понять греческому премьеру, что он выбрал опасную стратегию, записавшись в союзники к России. Ципрос ранее критиковал санкции Запада в отношении России, называя их «дорогой в никуда». Сближение с Россией лишь осложнит решение проблемы греческого долга, настаивают еврокредиторы. Членство в Евросоюзе означает надежность и доверие, а не использование всякого рода трюков и финтов. Тот, кто играет с огнем и пытается получить помощь от России, может обжечь себе пальцы, заявил глава группы ХДС, ХСС в Европарламенте Герберт Ройль. Наконец, неизвестно, как отреагирует Турция на попытку Греции перехватить инициативу. Позволит ли Турция использовать свою территорию для прокладывания греческого потока? Турция и Греция традиционно находятся в недружественных отношениях. Но главное, Турция и сама хочет иметь мощный газораспределительный хаб на подступах к Европе и не готова отдавать его Греции. Другие актуальные материалы ежедневно на ваш e-mail.